на сегодня завитала стилист имиджмейкер анастасия буденчук доброе утро доброе утро доброе утро уважаемые зрители и так как же правильно выбрать для себя свой цвет потому что сейчас все модные тенденции диктуют такие разнообразные цвета и для каждой женщины стоит действительно большая задача выбрать цвет который подходит именно ей безусловно и на наши модные тенденции наши модные направления диктуют нам покупайте каждый сезон новое новое но на самом деле задача каждой женщины найти свое истинное я задача стилиста помочь ей в этом поэтому я постараюсь дать нашим зрителям некоторые рекомендации основные уже опираясь на которые они смогут построить правильно грамотно свой умный гардероб первое что я бы хотела сказать не забывайте девушки о цвете цвет очень важен нашей жизни то есть цвет вашего одеяния цвет вашей помады он влияет на нас психологически и физически то есть если вы одели правильную блузку вы выглядите отдохнувшие свежие губки алые румянец на щечках как же выбрать этот цвет ну стилисты подразделяют несколько теории одна из них это цветотипы по сезону наверняка вы слышали что существует четыре сезона зима лето весна и осень что это такое это не сезонные нашей природы это цвета которые дала нам природная внешность то есть каждая женщина она может быть темной либо светлой каждая женщина может быть яркой либо приглушенный и также теплый либо холодный оттенок а как же определить каком сезону ты подходишь какой у тебя оттенок у нас у всех есть природные показатели индикаторы внешности каждая женщина подойдя к зеркалу должна считать цвет волос не темный или светлый это же можно определить темный темный цвет волос теплый либо холодный что это такое у меня в руках цветовой круг все оттенки которые содержат желтый потом теплые все оттенки которые содержат холодный потом холодный синий потом холодный вот конкретно на твоем примере цвет волос темный уже определились если в нем рыженька пару прядей есть но незначительно я бы сказала то есть на твоем примере можно сказать что оттенок волос холодный цвет глаз присмотритесь внимательно к своей радужке если радужка кари зеленая как у нашей инны зеленый цвет уже отвечает за теплоту потому что как получается зеленый синий лежал желтый желтый всегда в доминанте зеленом цвете то есть скорее всего априори зеленый цвет будет теплым и так три показателя два из них уже будут отвечать за визе один оттенок за холодный один за теплый третий оттенок самая решающий цвет кожи подходим утром выспавшись к зеркалу без косметики и смотрим есть ли румянец на щечках какого он цвета голубой либо персиковый если небольшая желтинка золотинка если есть какие-то покраснения то какого они оттенка то есть от напряжения да вот от нервного стресса допустим либо при беге всегда какой-то румянец появляется скорее всего я рискну предположить не прикладывая драпировки что все-таки подтон кожи у ины холодный то есть два параметра у нас уже ответили за холодные и всего лишь один за теплые глаза скорее всего я рискну предположить что и на у нас относится к зимним цветотипом посмотрите девушки зимние цветотипы это темные оттенки очень сочные в них нет серого подтона то есть они не припылены что значит серый подтон посмотрите рядом лежат более светлые оттенки и уже припыленные то есть в этих цветах есть серый цвет и белый цвет они не такие яркие как эти то есть мы можем сказать что и на внешность уже может нести темные яркие насыщенные оттенки не не пострадав при этом вот как я говорю девушке если вы одеваете цветокеплета светлый темные оттенки зимы то зашло платье а потом уже зашла сама леди нужно чтобы было наоборот нужно чтобы вы проходили и мужчины оглядывали след и не понимали что заведение чудное прошло вы так хорошо выглядите не потому что шикарное красное платье а потому что вы одели свои цвета и вы достали всю свою природную красоту то есть если я правильно понимаю определив свой цветотип я могу выбрать любую любой цвет из этой гаммы и он будет на мне играть безусловно причем не зря после того как я протестирую своих клиентов я выдаю ему такие вот цветовые палитры свочи с этими палитрами вы приходите в любой магазин к любой швее и отшиваете свой гардероб однажды моя клиентка пришла к своей шве и говорит швея говорит ты знаешь такой классный у тебя подбор цветов они все между собой сочетаются вот в этом и секрет то есть самые светлые оттенки ваши зимние палитры будут отвечать за ваши блузки и рубашки белье купальники более темные оттенки верхняя одежда то есть это уже будет базовый гардероб деловые костюмы какие-то вечерние платья а самые яркие оттенки это какие-то новомодные тенденции свитшоты короткие платье в любом стиле новомодные тенденции я подчеркну потому что самые яркие оттенки из любой палитры ну глазом их можно выбрать это все-таки вот эти модные тенденции которые дизайнеры диктуют нам каждый год хотите вы одеть платье сумасшедшего малинового цвета но ваш цветотип светловатый да допустим вот вы блондинка не пойдет вам сделайте какие-то элементы то есть яркие оттенки они в том числе отвечают еще и за элементы не забывайте про аксессуары пояс шарфик помада это тоже аксессуар который несет женщины я все говорю о женщинах мужчины же тоже должны правильно деваться у мужчин галстук либо ремень часов наручных мужчины тоже могут обращать внимание на свой цвет и безусловно у меня очень много клиентов ну конечно это все связано с работы то есть люди бизнеса которые должны представлять свою компанию лицом естественно первое наше впечатление мы больше никогда не сможем произвести до него второго шанса они частенько обращаются ко мне да и подбираю гардероб потому что нужно выпить и себя на все стол сейчас хотелось бы немножко помочь нашим телезрительницам и сделать небольшой можно сказать осмотр этом какому из сезонов подходят какие под тона то есть если женщина сейчас определят что вот у нее больше холодного или больше теплого топ какому с сезоном она относится к цветотипу если девушка видит в приоритете что у нее больше темных оттенков но они с золотистым потоном волосах ей золотинка в глазах есть какие-то рыжие янтарные вкрапления цвет кожи можно сказать без золотистый часто так тональный крема себе подбирать я же еще визажист к тому же поэтому я знаю все тональный крема чаще всего женщина будет носить вот эти оттенки данные дюлью робертс все представили да вот если вы готовы себя отнести в цветовой гамме к ее внешности спокойно одевайте вот эти оттенки есть еще такой же цветотип весна то есть он тоже теплый он тоже золотинкой но он уже не такой темный цвет волос немножечко светлее цвет глаз немножечко светлее и соответственно кожа уже светлее то есть это очень такие легкие блондинистые девушки но не золотинка из пшеничные волосы очень теплые глазки вкратце про лето мы уже сказали наталья водянова сара джессика паркер то есть они казалось бы есть цвет есть насыщенность но они вот не дотягивают до зимнего цветотипа то есть все равно русый оттенок немножечко припыленный это такая вы знаете дворянская благородная припыленность девушки смотрятся очень аристократически визажисты их очень любят потому что это очень мягкий податливый материал для трансформации в разный образом и так если вы видите в себе припыленность часто девушки говорят да нет я мышиного оттенка мне так не нравится мой цвет я хочу перекраситься станет более насыщенный да они часто переходят светотип зима искусственно добавляя себе насыщенности но потом нам сложнее они уже должны макияжем добавлять насыщенности носить яркие оттенки все время поэтому любите свой припыленный благородный оттенок это не мышиные абсолютно на дети правильные цвета да вы в правильную огранку одените себя не перебивайте себя такими яркими насыщенными оттенками найдите благородные припыленные оттенки вы будете всегда в тренде а зиме уже сказали ну в чистом видео так чтобы визуально белоснежка это очень контрастные девушки да вот светлая кожа как у ины и темный оттенок волос темными глазами бывает и наоборот бывает искусственно выведены зимы блондинки с карими глазами очень яркие но это больше уже к селебрити то есть им нужно создавать такой драматический образ про образом поговорим еще в другой передаче когда найти драматический образ пришел увидел победил то есть все посмотрите на меня конечно они уже будут одеваться в ярко-алые платья с алыми помадами то есть что будет относиться к зиме я думаю что это все очень интересно особенно определяет для себя цветотип вот у меня когда вы сказали что два холодных и один теплый возник вопрос вот этот теплый к чему его можно отнести и действительно на что мы нашли и на ваш теплый оттенок в глазках всегда советую нашим дорогим женщинам все-таки глаза зеркало души у женщины это как никогда подтверждено пожалуйста подчеркивайте цвет радужки глаз любыми элементами аксессуарами причем мелкими небольшими камнями кольца серьги броши с камнями в цвет радужки глаз это будет идеальное подчеркивание причем знаете психологически вот уже психологи в паре со стилистами установили что человеческий глаз всегда любит искать пару то есть это вот равновесие весов левое правое если он видит зеленые глаза он уже подсознательно ищет а где же еще это есть зелень если он нашел в зеленом кольце в зеленом кольце камушки уже все человеческий глаз успокоен гармония и он сидит и созерцает ваш зритель мы с вами обсудили то как правильно подбирать одежду но тоже немаловажным есть макияж который могут только что затронули девушкам с разными светотипами чтобы советовали макияжа вы знаете вот моя линия поведения это как я обучала своих студенток школе макияжа всегда призывает к одному найдите то что вы любите себе найдите в клиенте самое красивое найдите то что вы любите себе девушки и подчеркивайте это если вы без ума от разреза глаз от цвета радужки глаз пожалуйста экспериментируйте с формами и цветами макияжа глаз если вы чувствуете что он глаза не стоит подчеркивать это не самое главное брови хочу подчеркнуть а брови это всегда фоторамочка для глаз пожалуйста сделайте очень хорошую правильную форму брови ну это в этом поможет специалист потому что подбрать правильную форму подобрать правильный цвет для оформления бровей это все-таки должен специалист если вы влюбленные в овал лица пожалуйста сделайте контурирование сделайте правильное нанесение румян подскуловой коррекции выровняйте тон лица это очень важно здоровый цвет лица это 90 процентов гарантии успеха здоровый цвет лица и блеск глаз все и вы королева спасибо большое я думаю что стоит сейчас нашим телезрительницам сказать что у них есть возможность уже сегодня еще продолжить общение с вами и возможно уже при личном общении задать несколько вопросов да безусловно мы очень часто делаем встречи на базе женского клуба нашего николаевского который называется дочки матери под руководством замечательной оксана веримок она собрала таких идейных вдохновителей и специалистов в одном месте вот сегодня вечером буквально мы будем говорить о цветотипах мы будем проводить цветовое тестирование безусловно я дам очень много индивидуальных рекомендаций каждой участнице нашего семинара что ж мои дорогие девушки женщины наши милые телезрительницы я думаю что стоит все таки обратить внимание на то чем мы обрамляем себя на нашу одежду на наш макияж и от нашей утренней гости хочется несколько советов уже напоследок для наших телезрительниц вы знаете конечно же все индивидуально очень сложно обобщить но исходя из своего опыта из тех вопросов которые мне обычно задают полнота как скрыть полноту девушки черный цвет при дневном освещении это ошибочно если вы выходите на дневное освещение яркий солнечный день чтобы скрыть излишнюю полноту пастельные оттенки светлые пастельные оттенки не белые подчеркиваю пастельные вот они самые светлые тогда вы растворитесь если вы одеваете черный цвет белый день границы четко видны вот он метр двадцать к сожалению он не нужен увеличить рост причем еще и полной девушки оденьтесь в одну цветовую гамму что такое монохром светло розовые штаны курточка и пожалуйста брючки и шарфик почему брючки и шарф ой я прошу прощения обувь и шарфик это две крайние точки которые вытягивают рост то есть яркая обувь яркий шарф визуально психологический глаз кажется делает вас выше глаз зрителя я думаю что это очень полезные советы наши все телезрительницы сейчас уже бегут покупать себе новые аксессуары новые шарфи для того чтобы скорректировать какие-то свои небольшие недостатки фигуры спасибо вам большое что сегодня вы стали такие действительно полезные советы для нашей женщины думаю не последняя встреча в нашем утреннем эфире будем делать николаевских девушек еще краше буду стараться буду только рада этому я нагадывающий сегодня до нас завитала стилист имиджмейкер анастасия будинчук